Всем привет! Очень часто в последнее время в комментариях идет запрос на такую тему, как психология яблока. Какой характер у людей, которых ест, которые их отбрасывают, у которых аллергия на этот продукт. Вот сегодня этот гештальт и попытаюсь закрыть. Само по себе яблоко, по характеру и соответственно те люди, которые постоянно будут его употреблять, которые от него фанатеют, есть раздать людей, у которых оно постоянно на тумбочке рядом должно быть. Они с утра хоть ночью должны проснуться, но яблочко должны грызть. И в этом отношении, то есть чем больше мы потребляем определенных продуктов, чем больше мы перенимаем этот характер. Поэтому я сейчас буду описывать как яблоко, так и людей яблочного типа. Одно из самых сильных качеств яблока, оно очень активно. Оно четко, целостно понимает то, к чему стремится, то, что хочет реализовать. У него есть какая-то определенная цель. Я в дальнейшем объясню, она не настолько дальнестратегическая, но они решают текущую задачу за текущей задачей. У них есть сила, у них есть потенциал, у них есть ресурсы для того, чтобы это сделать. Яблоко очень четко понимает свой уровень возможностей. Оно ни в коем случае, знаете, не будет занижать своей самооценки. И оно ни в коем случае не будет ее завышать. Когда вы, например, у яблочного человека спросите, насколько ты потянешь, он с меньшей вероятностью от жадности включится, например, на большой соцпакет. Нет, он скажет, вот это я могу, за это я гарантию, получается, даю. А вот это, получается, извините, уже для меня чрезмерно. Еще важный аспект яблочных людей. У них есть повышенное чувство честности и справедливости. У них есть впаянный внутренний датчик понимания того, что такое правильно. Ну, как с точки зрения, опять же, честности и справедливости. Если вы вот в этом аспекте попросите яблочного, например, о помощи, он четко пропустит через себя, через свои ощущения, через свою чуйку, насколько это совпадает с его представлениями о честности и справедливости. Если будет разнос, я думаю, что яблочный с большей вероятностью скажет, нет, я помогать не собираюсь. Яблочный, их можно просить, они помогают. И очень часто, кстати, они как раз шикарно справляются с средним управлением. Это, знаете, как менеджеры среднего звена. Яблочный, вот то, что я уже озвучивал, ему не хватает стратегичности. Он в какой-то мере, получается, не настолько хорошо может планировать на длительное время вперед. Он больше предпочитает медленно, потихонечку, в течение рутинных процессов решать текущую задачу за текущей задачей. Он четко понимает, что если он сейчас хорошо, качественно выполнит эту текущую задачу, он придет в ту дальнюю точку. Но изначально откинуть весь массив вот этих данных, получается, и видеть намного вперед, к чему это приведет, ему не всегда будет хватать ресурсов. И в этом плане яблочные где-то не настолько хорошо будут подходить для руководителей крупных компаний, для управления большим количеством людей. Но средний уровень они, получается, отлично будут закрывать. Там, где необходимо навести порядок, там, где решить нужна проблема, там, где нужно, чтобы система работала как отлаженный механизм. Очень интересный момент, который мы отматывали, это характер печеного яблока. Мы часто сталкиваемся с тем, что яблочки такого типа нам предлагают, например, после каких-то операций, осложнений, болезней, родов и все остальное. То есть, это одно из первых, что вводят нам потихонечку в рацион. Так вот, как раз у печеного яблока, у него увеличивается еще больше вот этот потенциал действий, реализации активности. То есть, это, знаете, как стремление еще больше реализовать то, что давно хотел. То есть, это, знаете, очень круто будет поднимать вот это желание таки выздороветь, таки подняться с постели и выйти в реальный мир, в реальную жизнь. И начать, получается, достигать то, что давно хотел. А второй фактор еще круче. У печеного яблока резко отбрасывается вот этот коммуникативный момент. То есть, у печеного яблока будет уходить стремление помочь другим и решать проблемы других. То есть, печеное яблоко не то, что становится эгоистом, оно становится более одиночный, самодостаточный, самостный тип коммуникации и движения. И в этом отношении, получается, то есть, поняли, вся энергия бросается на то, чтобы реализовывать то, что ты хочешь, невзирая на то, что на тебя набрасывают другие. Это шикарно, получается, то есть, помогает как раз подняться с постели, выздороветь и это дает дополнительные силы и мотив. Очень красивейшая зарисовка, это в свое время спрашивали относительно вот яблока, когда отбрасываются. То есть, есть раз от людей, которые едят, едят, едят яблоки, а потом на определенном этапе они на него смотреть не могут. Вот это и есть то состояние, когда человек в яблочной модели загоняет себя и потом он устает. В какой-то мере где-то будет человек уставать из-за того, что он решает постоянно текущие рутинные проблемы других, которые начали на него сбрасывать все больше и больше и больше. Но это знаете, как из серии, мама, если ты можешь помыть посуду, зачем мне это делать? Ну, условно так. Второй момент, который бы я оценил, это знаете, иногда яблоко будет отбрасываться у людей, у которых уже аккумулятор сел в ноль. У них уже совсем нет ресурсов, нет потенциала, им необходимо ехать на желтый пляжик и подзаряжать свою батарейку. Иногда это может быть состояние вот такой банальной, банальной лени. Потому что если ленивый будет кушать яблоко, яблоко будет пытаться поднять его с дивана и что-то сделать. А если я тотально живу как обломов, яблоки я потреблять не буду. Еще момент, который я оценил бы, это знаете, как человек, которого заставляют постоянно делать то, что он не хочет. Все-таки яблоко в этом отношении очень честное. Оно, еще раз повторюсь, для него важно понятие вот этой справедливости. И если оно делает то, что считает нечестным и несправедливым, оно будет эти процессы саботировать. Оно будет максимально... Знаете, я хожу на работу и я, например, веду коммуникацию, которая в моем понимании нечестная, я яблоки есть не буду. Потому что оно будет постоянно меня ставить вопрос руба в отношении моей собственной совести. Отдельно стоит отметить такое понятие, как аллергия на яблоки. В группе была зарисовка у ребенка в 10 лет, аллергия на яблоки. То, что вышли, это знаете, как мать, которая именно в нем яблочную программу подавляет. Ребенок хочет быть яблочным, он хочет заниматься, ходить на секции, он хочет развиваться, быть активным, инициативным. И главный момент, заниматься тем, чем он хочет, ему этого не дают. Ему либо навязывают сверху, получается, то, что удобно им, а не ему. Либо, получается, ему перекрывают канал реализации. Ну, знаете, как образ из серии «Сиди, сама открою». И в итоге ребенок, по сути, сидит в аллергической реакции, как подавленной агрессии на то, что ему не дает, получается, реализовываться как яблочный. Он, в какой-то мере, злится на тех яблочных, которые за него решают его проблемы, и не дают ему возможности самому быть яблочным. Вот это классический тип аллергической реакции. Уже тоже стоит уже рассмотреть более сложный конструктор. Но это из серии, например, я яблоки беру себе, запекаю и посыпаю еще сверху сахарком. Но сахар мы на каком-то уже видео разбирали. Там четко характер взаимообмена уже манипулятивного типа. То есть сахар уже приходит на коммуникацию только тогда, когда за это ему что-то будет. Там уже высший уровень расчета, просчета, где-то меркантивности, где-то эгоизма. И когда я яблочный и еще сахарный, то, по сути, я... Заметьте, кстати, важный момент. Когда я яблочно-печеный и еще сахарком, то, по сути, я занимаюсь тем, что я хочу. Я отбрасываю всех остальных. И при этом, получается, я еще в какой-то мере самовлюбленный, манипулятивно беру энергию с других для того, чтобы решить свою проблему. Это, знаете, как ребенок, который лежит в больничке. То есть к нему сходятся все родственники. Он бедненький, несчастненький. И они еще больше его накачивают энергетикой для того, чтобы он реализовал то, что ему нужно. В данный момент выздороветь, что-то там достигнуть, что-то добиться. Выйти с этого, получается, больничного места. Если мы яблочко берем, посыпаем какой-то корицей, как часто тоже это делают для аромата. Там очень важно понимать, какой тип корицы. Потому что корица будет отличаться. Есть корица, помните, настоящая, есть ненастоящая. Та, которая настоящая, у нее будет очень тонкость, чувствительность нюансов, деталей, особенностей, закономерности. Но она молчаливая. Она очень многое понимает, очень тонкое чувство, но не любит болтать, трепаться и рассказывать об этом другим. А если корица, как раз та, которая распространенная вокруг нас, то она как раз не настолько тонко воспринимает, но резко усиляется фактор болтовни. Это из серии что-то заметить, иначе всем грузить, рассказывать, убеждать о том, что именно на это нужно обратить внимание. Посмотрите, какой я наблюдательный. Если складывать это с яблочком, то по сути, знаете, яблоко само по себе, оно не настолько болтливое. Но корица вот этого, как раз ненастоящего типа, она добавит болтовни. Это тот, который рядом с вами, постоянно работает и при этом, получается, трещит безумок. При этом, получается, не настолько тонко чувствовать детали, как это, например, делает та самая корица настоящая. Вот это главные аспекты, которые я хотел объяснить, которыми я хотел поделиться. Пишите комментарии, будут вопросы, тоже задавайте. Я на связи и до следующих выпусков. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok